Могли, должны и были обязаны предотвратить обрушение здания торгового центра Максима. Это главные выводы следствия по уголовному делу о трагедии в Золитуде в отношении девяти обвиняемых. Кого и в чем обвиняют и что говорят сами обвиняемые. Материал Сергея Герасимова. Восемь из девяти обвиняемых в уголовном деле о трагедии в Золитуде на каком-либо из этапов строительства здания должны были заметить опасные нарушения. Значит и предотвратить трагедию. Во-первых, стройинженер Ивар Сергец. Он, по версии следствия, допустил грубую ошибку при расчетах. Нагрузка на среднюю часть несущей фермы была в 6,5 раз больше допустимой. По информации латвийского телевидения, Сергец должен был пересчитать нагрузку, но не пересчитал. С журналистами он общается только через адвоката. Он этот узел не проектировал. Его проектировал ли субподрядчик, его проектировал в ЭКОМ-индустри. Но господин Сергец должен был знать, что он из цельного превращается в состоящий из двух частей и должен был пересчитать нагрузку. Нет, такого задания у него не было. Кто должен был пересчитать нагрузку? Ну, это уже вопрос к суду. Несмотря на это, Сергец еще не сформулировал мнение, признавать свою вину или нет. Андрис Гулбис, строительный эксперт, должен был проверить данные, предоставленные Сергецом о нагрузках, но не проверил. Давать интервью отказался. Сначала вы были согласны, а потом вроде бы как передумали? Ну, потом подумал, а не хочу, да. А по какой причине можно узнать? Причина, причина, надо готовить к суду. Скажите, а может быть как-то по телефону просто можно тоже? Ну, нет, 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 нет. Андрис Калинко, архитектор, отвечал за строительный проект в целом. Версия следствия легкомысленно выполнял обязанности. Подписал документ о том, что здание готово к эксплуатации. С журналистом общается через адвоката Яниса Юнкерса. Только по электронной почте виновным себя не признает. Предположения обвинения о вине Андриса Калинки ошибочны. Прочность, жесткость и устойчивость здания обеспечивают строительные конструкции. Архитекторы не производят расчеты строительных конструкций, не разрабатывают их решения, не надирают за их изготовлением и монтажом, а также не могут проверить их правильность. Станислав Кумпинч руководил строительными работами торгового центра. Версия следствия легкомысленно проводил проверки на объекте. Ранее заявлял, вину не признает. Мартынш Драуденш, стройнадзор, принял выполненные работы на объекте вместе с ошибками Сергетса. Всех их обвиняют по статьям за нарушение строительных норм и за убийство по неосторожности. Они предусматривают до четырех или пяти лет тюрьмы соответственно. Янис Балуды, стройинспектор Рижской стройуправы. Руководил комиссией, которая приняла в эксплуатацию первую очередь здания Максима. Не обнаружил, что выполненные работы не соответствуют техническому проекту и что фермы, поддерживающие конструкцию, искреблены. Считает, что фермы были изготовлены вне объекта, а значит, и проверять их не нужно было. Айя Мельникова руководила отделом стройинспекторов Рижской стройуправы. Утвердила акт о приеме в эксплуатацию первой очереди объекта. Не обеспечила ни одной плановой проверки объекта. Себя виновной не считает. Марика Трея, руководитель отдела оценки строительных проектов Рижской стройуправы. Выдала разрешение на строительство первой и второй очередей. Виновной себя не считает. Сотрудники стройуправы проходят по статьям о халатности должностного лица, вызвавшие тяжелые последствия. Им грозит до пяти лет тюрьмы. Инна Шуваева была единственным специалистом Максимы по охране труда. Из-за ее действий работники магазина продолжали работать в чрезвычайной ситуации до самого обрушения. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. Себя виновной не признает. Отметим, что если первых пять обвиняемых в суд признает виновными сразу по обеим статьям, тюремный срок они могут получить за каждую из них. За одну полностью, за вторую половину срока. Таким образом, Сергицу, Гулбису, Калинки, Кумбинчу и Драуденчу максимально грозит до семи с половиной лет тюрьмы. Первое заседание по делу намечено на 8 декабря.